Помните, мы говорили о этике, о любви. Интересная вещь, что мы на прошлом уроке остановились о том, что нужно и необходимо возлюбить себя. И приказ, который Господь дает, возлюбить ближнего, как самого себя, оказывается, что он относится к тебе лично. Возлюби себя. Возлюби себя, если ты возлюбишь себя, возлюбишь и ближнего твоего. Но мы видим, что Бог хочет, чтобы мы имели правильное понимание любви. Есть в сегодняшнее время такая тенденция, которая хорошо пропитана среди людей. Это понимание, что Бога нет. Вы понимаете, да, на чем я говорю? Даже уже в религиозном государстве, как Украина, как, можно сказать, Европа, потому что она считается тоже христианской, во всем этом все равно просматривается некий момент безбожия. Может быть, много храмов, много церквей, но безбожие в обществе просматривается. Несмотря на религиозность, может быть, внешнюю религиозность народа, потому что недавно только праздновали Пасху, только недавно тогда все происходило, будут следующие праздники. Что повлияло на этот безбожий, безбожный мир? Что произошло? Как вы думаете, почему мы унаследовали что-то такое, что на самом деле шокирует сегодня нас? Понятие атеизм. Атеизм. Мы сейчас будем говорить об атеизме. Мы сегодня будем говорить, что такое любовь с точки зрения атеиста и что такое мораль. Во всей истории человечества мы понимаем, что человек искал истину. Можно быть, такую универсальную истину или же истину Вселенной. Я думаю, что одной из причин, мы видим это вавилонскую башню. Человек пытается всегда каким-то образом отойти от понятия монотеизма, от того, что Бог есть един, есть какая-то Божья структура, выдвигая себя в ранг божества, каким-то образом выйти из-под контроля Бога и пытается сделать свое, свою политику. Знаете, Платон говорил, что невозможно понимать себя, пока ты не поймешь всего. Невозможно распознать себя, если ты не познаешь всего в целости. Ишуа говорил, что Иоанна 3 глава, 5 стих, если ты не родишься свыше, то что? Не сможешь попасть куда? В Царство Небесное. Вы понимаете, что поиск универсальной истины, то есть, которая подходила бы для всего человечества, невозможно было найти. Без Бога, вне Бога, истины нет. Ишуа поэтому говорит, я есть путь, истина и жизнь. Истина, которую искал человек, заключалась в философском подходе к вопросу. Потому что каждое поколение, каждое поколение искало своих философов. То есть, размышления о мироздании, мышления о человеке, мышления о пути, о жизни. Каждое поколение. Но каждое поколение приходило к основам, что нет абсолютной истины. Потому что без Бога. Абсолютная истина только в Боге. Но что-то происходило уже в 19 веке. Что-то особенное поднялось в Европе, что мы с вами унаследовали. Как вы думаете, я просто обращаюсь к вам, как к верующим людям, какая причина человечества была в том, чтобы искать какую-то истину? Что заставляло человечество или людей искать какую-то истину? Духовный голод. Духовный голод. Хороший ответ. Что еще? Духовный, у нас нужен духовный поиск. Нет, Господь нас создал для общения с собой. И когда вот эта пустота, мы всегда ищем, потому что мы, для чего мы созданы? Для того, чтобы быть с Господом. И если Его нету, то наша природа, она вся что-то ищет, неудовлетворенность всего, чего ты ищешь. Понимаете? Ну, что еще? Может еще дополнение. Невежество и бескультуре любого поколения не удовлетворяло запросы на духовном уровне, который... Мы сейчас говорим, конечно, с точки зрения культуры, уже будучи образованностью над людьми. Но суть, почему человек искал? Как вы думаете насчет того, что Ишо говорил об обольщении? Что в этом мире, духовном мире, есть две силы, да, как бы мы говорим так. Та темная сторона души, где человек подвержен влияние бесов, дьявола, да? Ведь суть его целей, на самом деле, обратить человечество к себе, отвратить от Бога и взять фокус на себя. Почему я говорю об этом? Вы помните победную песню Мирием, когда вышли из Египта? Что Мирием воспевала? Кто подобен Богу, Богу нашему? Воспевала эту, как бы, ну, знаете, песнь победы. Когда вы идете к откровению Иоанна, написано, что народы скажут, кто подобен зверю, кто подобен, кто сравнится с ним. Что в конце веков все-таки человечество каким-то образом отойдет от фокуса от Бога к фокусу на того, кто на самом деле не является творцом, а будет ужасом и устрашением людям. Вы поймите, что я говорю, что цель реально злых сил отвратить человечество от Бога и Божьей морали, привести к расстрелению общества и всепозволенности, которая приведет к пагубе. Что происходит сегодня? Сегодня, как никогда, в мире воспевается сатана. Заметьте, если раньше, в старые века, колдовство наказывалось, всякие ведьмы наказывались, инквизиции, поэтому многие в тайне какие-то вещи творили, прозерливцев, колдунов, и Бог запрещал это делать, разговоры с мертвцами и так далее, знать будущее, то сегодня, как никогда, в открытую об этом говорится. Причем, если раньше группы были какие-то маленькие сатанистов, которые в тишине где-то там они свои ритуалы делали, были какие-то маленькие такие группки, то сегодня этот доступ идет по всему интернету, по всему телевидению. Возьмите Гэри Поттер, который реально проповедуется черная и белая магия, но магия остается магией, после фильма Гэри Поттер в Англии число суицида или самоубийства выросло во много раз, потому что каждый ребенок пытается в себе найти Гарри Поттера, который будет владеть силой и, как бы сказать, используя это либо в доброе, либо в злое. посмотрите на внешний вид молодежи, которая себя хочет отобразить себе все зло. Вот это Келты, да, эти Келты, всевозможные готы, это Мария Мелсон, да, да, который был сын проповедника и после всего в открытую поклоняется сатане. Последнее время это время, в котором мы живем. поэтому о том, что я говорю сейчас, да, это начало имело не просто вот переменах, революционных переменах. Поиск человека был долгое время быть отделенным от Бога, быть поклонением каким-то другим идолам. Бог послал своего сына и предоставил путь избавления, но последнее время, особенно последнее, в котором мы живем, особенно когда восстанавливается Израиль, зло будет процветать, зло будет увеличиваться. И для нас очень важно посмотреть времена и сроки, видеть, чтобы нас не захватил этот мир, но частички, чтобы вы понимали, частички посеянного уже в разум человека, который с нашего детства уже имеет семена, и с этими семенами нужно бороться. 1890-1935 год. Это было движение, которое потом выросло в целое учение, то есть дарвинизм. Помните, да, это такое? Философия, философы уже перестали быть как бы такими людьми, которые предоставляли путь для человечества. как бы вот и дарвинизм начал проявлять себя уже в совсем другой сфере, который переставил все наоборот. Ценность человека привело к минимуму. Потому что человек стал делать то, что никогда до этого не делал. появились новые абсолюты для человечества. Появилось такое понимание, как Бога нет именно в это время. Фридлих Энгельс, да, классный дядька. Будучи хорошим предпринимателем и он был хорошим капиталистом. Он написал такой как бы труд, да, назывался как капитал. Знаете, что он сделал? Он написал, как разрушить его личную империю, которую он построил. И пути, как это сделать. В это время происходят революции, которые толкают человечество на новый уровень, уровень новой морали. Они говорят, что Библия не имеет основания и все подлинные истории Библии являются вымыслом и Библия не является противоведителем для человека. Любая. Там, все во Франции происходило. Да, французская революция, мы говорим, там. Там же также и определение было нету морали, то есть нет морального абсолюта, то есть человек имеет выбор в своей морали. В то же время появляется понимание вещей, как нет плохого или хорошего, нет зла или добра. В то же самое время уже в России через Блаватскую и других таких мистиков появляется понимание, что человек сам лично выбирает свою индивидуальность. Он может управлять жизнью и что он особенный, что реальность и истина она провозглашается или производится через личность человека. и человек становится отвесом всему, что происходит в этом мире. Интересное время, которое переживало человечество. И до сегодняшнего дня данная теория имеет очень большое влияние, очень серьезное влияние. Почему сегодня даже в мире смешались в религии? Восточная религия, христианство, иудаизм, кабала и другие, они смешивают вместе, чтобы показать, что человек в сущности может избирать и направлять и изменять суть истории. Сам человек. Вы не знаете, как называется такая философия? и коммунизм это объединение просто всех религий. А вот то, что человек становится правильно, гуманизм. именно философия смерти, я так называю ее. Почему? Потому что если нет Бога, нет причины жить. То есть нету загробной жизни, все идет как хочешь. Нету стимула провести свою жизнь достойна морали Божьего Писания. Нету. Поэтому после этих революционных изменений в философии и морали общества, мы видим умножение суицида среди художников, среди певцов, людей, театралов. Потому что данная философия, которая говорит, что человек сам управляет жизнью, и он сам может направить все, Бога нет, Библия не является абсолютом, которая для человека, ты сам выбираешь образ жизни, в это же время очень серьезно проповедуется образ жизни, распутства и гомосексуализма. И знаете, откуда они взяли этот принцип, что человек является творцом своей истории. Взяли из Писания. Данная философия, опираясь на то место, где говорит, что Адам и Ева, они сами выбрали свой путь, послушав Люцифера, где говорится, вы будете как боги. Взяв этот воборот, они именно начинают использовать этот момент, что Адам и Ева реально, они взяли в жизнь свои руки и они диктуют происходящее. Вся эта теория держится на обыкновенном случае. Теория эволюции держится на теории случая. случайно где-то в космосе произошла атомная война, я так шутку говорю, взрыв, который произвело состояние нашей галактики и потом образование Земли. Мы понимаем, что случайных вещей не происходит, но эволюция и сам гуманизм он держится именно на этой теории, теории случайности. И человек произошел случайно, творца нету, мужчина и женщина произошли путем эволюции, путем выживания. Вы понимаете, да? Эта теория имела силу в обществе, которое жаждало перемен, где церковь не могла предоставить другой путь, путь, который, может быть, многие из нас переживают, отношения с Богом, рождение реально свыше, опознание Бога через Писание. Церковь не хотела и не пыталась это сделать, зная, что власть ее была как бы абсолютно в том обществе. Поэтому люди позволяли себе такое мышление. И мышление мы видим, к чему приводит. Вся жизнь, это эволюция говорит, что это чистый просто шанс, случай. Все, что произошло с нашей землей и все, что вокруг нас, это случай. а это значит, что человечество или человек, личность, хуму сапиенс, является всего лишь продукт случайности и времени. времени. Вы понимаете, о чем говорит о времени? Для этого нужны миллионы и миллиарды лет, чтобы сделать всю теорию более реальна. Причина, время, случай. вы знаете, что в этой теории есть небольшая правда. Это все интересно после смерти. Это все может быть, что человек уже ничто, что человек творит свою историю уже после смерти. Почему? Потому что после смерти ты ничего не можешь сделать. На самом деле в этой теории человек не имеет никакой ценности. Он же такой же продукт природы, как и собака, любое животное и насекомое. по этой причине сегодня и развивается такое понятие, аборт. Да. Почему говорю, да? Эмбрион ничто. В одно время, как человек, который проталкивал аборт, или же не аборт, даже расовый, как бы по моменту расовых идей, он говорил, что даже новорожденный ребенок должен пройти какое-то время, чтобы доказать, что он имеет право на жизнь. Да, что у него нету отклонений и так далее, и так далее. Мы к этому человеку еще подойдем. Но в этой теории не существует проблем с абортом. Называется генная инженерия. Да, в этой теории нету проблем с этим. Клонированием и контроль населения путем всяких таблеток, предохранения и все остальное. Это все, вот то, что мы сегодня с вами наследуем, является продуктом 19 столетия. теория, которая выдвигает этот человек, он сам творит себе будущее. Тогда, если все мы подобно животным и ничем больше не отличаемся, чем комар или же та же собака, мы говорим тогда, тогда, при чем здесь мораль? Откуда же тогда берется мораль? Мораль. В этой теории, помните, теория выживания, выживают сильные, означает, что война это нормальный естественный отбор. Вы поймите, чем я говорю, моменты? Реально, Первая мировая война, Вторая мировая война, что происходит сейчас? При всех вопросах человечества, я не думаю, что столько было войн и ужасных войн в прошлое, как это происходит уже в 20-е тысячелетие. революции, войны, которые занимали много-много или уничтожали много-много людей по причине вот именно этого понятия гуманизма, либо же вот эта теория эволюции, что выживают сильные, какая момент блаватская, что ее касалось? что человек это Бог, что он может делать то, что хочет, он сам утворит свое будущее. Гитлер взял эту теорию, смешав все это вместе, и на самом деле делает естественный отбор путем своих казней и уничтожения некоторых рас. Страдали не только, поверьте, страдали не только евреи, страдали цыгане, страдали гомосексуалисты, страдали русские, страдали очень много близнецов, на которых делали опыты. Я вам скажу, медицина получила колоссальный объект познания, как лечить после Второй мировой войны. Прыжок в медицину, изучение всяких болезней и мутации, и применение лекарств серьезно и резко подросло после Второй мировой войны. Почему? Потому что было очень много материала, которые можно было исследовать, и немцы в этом преуспели. Я ничего не имею против немцев. Вы понимали, что все, что мы переживали и пережили, это был момент, где в 19 столетии дьявол просто переворачивает все на другую сторону, где приходят идеи, что нету Бога, нет Абсолюта, Библия не является истинным Словом Божиим. Все это наиграно, все это мы можем изменить сами. И понятие такое, как я общаюсь с многими людьми, они говорят, христианство это была религия для рабов. Константин ее принял в Рим как государственную, чтобы покорить рабов и держать их в полном контроле, потому что ни одна другая религия не говорит о том, чтобы подчиняться своим хозяевам, уважать их, если тебя бьют по левой щеке, поставим правую. И он увидел, что это хорошая религия для контроля. И многие люди, которые прошли институты, университеты, которые заложены, это была философия гуманизма, что человек это личность, которая может менять свою историю, они спорят о том, что христианство это религия для рабов, используемая властью. Но мы видим, что здесь на самом деле в Европе и уже по всему миру распространяется другая философия, которую мы каждый из нас пожинаем. Это философия именно гуманизма. Что же такое война? В чем проблема войны, как вы думаете? Вот в данной философии это не является проблемой, правда? Нет. Это естественный отбор и нормальная селекция слабых, уничтожения слабых рас, которые не нужны, которые можно малопродуктивных. Это война, это на самом деле то естество, которое наклала на нас философия Дарвина. Выживает сильный. если у нас нет твердого основания в Писании, если мы не верим Писанию, что Бог говорит относительно других людей, не убей, не укради, не ищи ближнего своего, не возжелай жены, то здесь заповеди, которые мы имеем. Если мы не считаем, что Писание является основой для развития общества, тогда у нас мы называем превратный разум, мы понимаем, думаем, что нам все позволительно. Поэтому в постсоветском времени, вы помните, если кто-то проходил, многие из вас пережили ужас, который не дай Бог другим пережить. Я не говорю война, я говорю отношение людей к людям. Когда всепозволительность пошла, когда милицию не считали ни за что, когда милиция не считала за что других, бандиты делали то, что они хотели, милиционеры делали то, что хотели, женщин продавали в рабство, как бы под предлогом выезда на работу в других местах, то есть назначился, назывался такой, на самом деле торговля людьми, реальная торговля людьми. Откуда это все? Откуда такие корни? Откуда такое действие? Откуда такая мораль? Не как бы не оттуда ли, где мы говорим о дарвинизме как суть выживания, суть самой философии. Мораль в то время, она как бы и сегодня, она не сильно очень изменяется. поэтому люди, которые не считают себя верующими, не имея основания, у них превратный разум. Тогда они говорят, что давайте, слушайте, давайте будем спасать женщин, потому что аборт это спасение этой девушки или этого парня. Да, все делают ошибки, но теперь ведь аборт нужно легализировать и это необходимо сделать, потому что мы спасаем женщин от той трудной участи, которая ожидает как мать. Откуда это? Кто из вас встречал женщин, которые чуть ли не каждый год делают аборты? Встречайте. Хотя это не легализировано в Советском Союзе бывшем, но на самом деле в то время, даже в то время это считалось, как давали больничный и проплачивают все твои расходы. Интересно, что в Китае был принят закон в 90-х годах, был принят закон, что семья должна иметь всего лишь одного ребенка. если рождался второй ребенок, тебя лишали очень многих привилегий. Рождался третий, тебя могли посадить в тюрьму. Лишали всего. Настолько этот философский мир дарвинизма, выживания, селекционизма и все остальное внедрился во всем мире. Хотя Библия говорит о том, что аборт это грех, убийство грех. Мы не можем руководить кому жить, кому умирать. Это все в руках господних. Поэтому мы создали таким образом писание, мы должны нести на себе мораль за человеческие жизни. Такое понятие, как гуманная смерть. Кто знает? Как она называется? Автаназия. Сегодня это полным продвигается по Европе, хотя осуждается в многих странах. Осуждается. Но это считается гуманно вывести человека слабого из жизни и что это безнаказанно, это гуманно, ничего греховного нет. Гомосексуализм. Я понимаю, что мы сегодня говорим это как бы норма общества для постсоветского пространства, так как бы входящие через гламурные все эти вещи в общество. Сегодня на самом деле эта проблема сегодня это проблема постсоветского государства и России, Украины и других. Сегодня это проблема, которая захватывает не только слои населения среди рабочих и крестьян, а сегодня это разбава или забава уже людей с деньгами. Сегодня я говорю о тех фактах, которые происходят, сегодня педофилия или же порнография с детьми, ребенка, детей, это норма считается общества безнаказанно остается. В Санкт-Петербурге и в Москве уже многих олигархов либо приезжих, либо еще людей с деньгами не интересуют обыкновенные проститутки и подавали либо мальчиков очень маленьких, либо девочек очень маленьких. Азия это кошмар и это всего мира. Люди ездят туда, чтобы развлечься. Секс-индустрия, которая развита. Родители не могут позаботиться о своих детях, они их отдают в 12, в 10, в 8 лет на панель. Продают просто-напросто. Мораль. Мы сегодня говорим о том, что повлекло собой и понятие это дарвинизма. Мы все пытаемся выжить. Послушайте, что же является реальностью? Где нам искать эту реальность? Нам лично. Поверьте, ни в объединенных нациях мы не найдем там истину. Хотя они борются за права человеков, посылают свои танки, свою армию в очень тяжелые места земли, горячие точки. Но на самом деле объединенные нации не дадут нам истину. Даже Вавилонская башня. я вам скажу одну такую интересную вещь. Я когда был в Израиле, я стоял на храмовой горе. И потом мне удалось побывать на золотых воротах сверху. Это милость Божья и сюрприз от Господа. Но мне сказали одну интересную вещь, что база ООН находится в другом холме. И там целый холм, а их база расположена там. Я говорю, а в чем же цимис? Почему? И они говорят, знаешь, это то место, где Авесолом собирал армию против Давида. И гора называется Гора Заговора. Я так вау. Ведь на самом деле данное общество не решает моральные проблемы народов. Они решают гуманный подход к проблеме, основываясь на теории Дарвина. И сегодня у нас есть проблемы, как у народа, как у украинцев, евреев, русских. у нас есть семена, которые посеяны в третьем, пятом, десятом поколении до нас. И подсознательно, почему многие люди не могут поверить в Бога, эти семена, они как бы просачиваются. Вопрос, а на самом деле он что, есть? Кто покажет мне его? Интересно мне притча за богатого из-за Лазаря, помните, да? Умер тот и тот. И Лазарь попал в Лона Аврамова, а богатый мучился в аду. И он говорит, слушай, пошли, отче Аврамов, пошли, Лазарь, пускай макнет свой мизинец в воду и даст мне, потому что умираю здесь. Он говорит, между нами большая-большая пропасть. Тогда говорит, хорошо, пошли его туда, к моим братьям, пошли, пошли, чтобы они не попали туда, где я нахожусь. Он говорил, просьбу был о реальности. То есть, он понимал, что мораль, которая была в то время, он по морали получил свои, то есть, как бы, возмездие за свои дела. И он говорит, пошли, чтобы они не попали в то место, где я нахожусь. И знаете, что Авраам сказал, помните, говорит, у них есть Моисей и пророки. Даже если кто-то из мертвых восстанет, они не поверят. Знаете, о чем он говорит? И еще он очень сильно говорил о себе. Даже если я восстану из мертвых, это не станет причиной для всех, кто покается и нужно исследование, нужно вести моральный образ жизни, который положил Бог в Моисея. Вы понимаете, что код общества, в котором мы живем, или верующие живут, мы не живем на каких-то основах Нового Завета. Правильно? Как бы это всего лишь исполнение того Божьего предназначения, которое Бог вложил в Моисея, пророков. Павел, Равшаул, Петр, все ссылались на пророков, на закон, который говорил уже устоявшийся мораль относительно человека и Бога. Человека и человека. Сегодня эти грани стерты. Поэтому для многих людей пойти в церковь легко, потому что ты пришел, Бога, которого ты не видишь, отдал ему честь, человека, которого ты возненавидел, ты возненавидел и используешь свою силу как бы вот в семье, которая положена была в дарвинизме. А подсознательно, подсознательно, это сеялось в школах, в университетах, в программах, в фильмах, мы как будто программированы, что подсознательно мы выживаем, сильный выживает. И очень часто такие вещи происходят в общинах или в церквях. Мы начинаем друг друга давить, нажимать, наезжать и пытаемся выжать те, кто слабы. Айшуа говорит по-другому, чтобы мы делились, чтобы мы помогали, чтобы мы не смотрели на все трудности. Новый Завет говорит о том, чтобы мы принимали слабых верев как? Без споров. Не споря о них, но назидая их в любви. Должно быть подчинение. Обязательно должно быть подчинение. Не глупое, но понимая, что власти, данные Богом, они направлены, чтобы коррекцию произвести, чтобы направить на человека. И основанием является Слово Божие. Аминь. Мы делаем перерыв пять минут. Мы продолжаем сейчас эту секцию, и мы подходим к одной вещи. Мы понимаем, что атеизм является отравой для всего общества. Атеизм произошел сам по себе. Его фактически создали через путь Дарвин Дарвина, теория относительности, теория эволюции, всего лишь теория, и гуманизм, который выходящий из этого. Сам гуманизм говорит, Бога нет. И оттуда выходит атеизм. Я почитаю одно место вам в Писании. Притча 30 глава 14 стих. Есть род, у которого зубы, мечи и челюсти, ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Я думаю, что это четко описывается о гуманизме и о самом деле атеизме. Атеизм или же не может показать другой любви, как только уничтожение. Понимаете, о чем говорю, да? Атеизм, отрицая Бога и принимая в сущность, что люди творят историю и творят свое будущее, не могут и не иначе предоставить любовь, как только через уничтожение другого как бы с которой половинки. Как? Это очень просто. Если Писание говорит нам о том, чтобы люди, верующие или же даже богобоязненные люди любили и уважали своих жен, да, чтобы они относились к ним, как с необычными сосудами, чтобы когда ты хочешь даже жениться, ты должен был сделать много вещей в еврейском, понимании, должен был приготовить место для своей жены, то гуманизм и безбожие говорит другое, как Юлий Цезарь говорил, да, пошел, увидел, победил, захватил, взял свое, это мое. Вот такое состояние у нас сегодня в обществе. Сегодня даже нет понятия как бы вот ухаживания за девушкой. Нет такого понятия, нет такого понятия, моменты, такого, как сколько, пошли на дискотеку, потусовались, увидели друг друга, поцеловали секс, все, попользовался, слушай, извини, пожалуйста, не мое, подвинься, не подходишь, что-то не так, вроде бы все одинаковые, что-то не так. Послушай, ты сейчас мыслишь по-христиански, ты сейчас мыслишь по-христиански. То, что вы смотрите сейчас по телевизору, как бы попытка восстановления благородства, отношения, как бы, дамы приглашают кавалеров, кавалеры приглашают дам, четкие нравы. Мы возвращаемся в то время, когда церковь пыталась диктовать нравы для верующих людей. Но реально сегодня это не происходит. Сегодня гуманизм и безбожие, оно при всем том, что они говорят, что они верующие, но не имеет Бога в сердце. устами, что? А сердце далеки от этого. Поэтому пренебрежение другими нациями, народностями, противоположным полом, он реален сегодня в нашей стране. Мы всего лишь, даже смотрел передачу, споры сегодня идут, стоит ли иметь запись запись в паспорте или не стоит, или просто жить и поживать, и добра наживать. Ну, 20 лет уже в браке дети есть, или не в браке, или гражданский брак. Что же это такое? Стоит или не стоит? Стоит споры идут. и на самом деле посеянное через теорию Дарвина гуманизм и атеизм оставляет в нашем обществе глубокие корни и влияет на все общество. И мораль становится собственной моралью. Уже нет морали общества. Есть, может быть, даже критерии законности, да, можно сказать, законности, которым мы пресекаем нарушение закона. Но морали общества сегодня нету. Она разрушена. И чем дальше будем идти, тем еще больше она будет захватывать. Что, что было неразрешимо, сегодня допустимо. То, что считалось грехом раньше, сегодня это норма. Норма. сегодня даже люди, которые попали в проблемы, бог говорит, так, изнасиловал девушку, в ветхие времена что делали? Все, до свидания, на тот свет. Сегодня, если есть деньги, можно еще это самое, сказать, что она меня изнасиловала. Люди, вы что, вы видели ее? Вы видели, что происходит? Так нет, так я встал жертвой. После того, что люди, те, которые были же, это место, надо еще отплачивать, чтобы отцепиться от этого положения. На самом деле, это раковое состояние нашего общества. Я говорю постсоветского состояния сейчас, я говорю в том, где мы живем. И также это то же самое относится и к Европе, и к Америке, и даже к Азии. Вопросы есть какие-то? Давайте откройте Экклезиастом, Экклезиастом, извините, пожалуйста. Экклезиастом, 10 глава. Польский? Кого лет? 12-13, почитайте. Возьми, микрофон, как раз есть, почитай его. Слово из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Начало слова из уст его глупость, а конец речи из уст его безумие. Мы видим, что мы к этому безумству пришли, как общество без морали. Мы говорили о том, что сегодня на самом деле общество пытается свои потребности, физиологические потребности восполнить, минуя мораль, которая записана в Писании. Понимаете, о чем говорю, да? Сегодня отношения в обществе бесчувственны. захотел, попользовался, отпустил ненужное. То есть, сегодня люди позволяют себе сексуальную революцию без права человеческого другого выбора. Причиной этому становится атеизм, который глубоко распространился и распространяется до сегодняшнего времени. При наличии духовенства, при наличии религиозных общин, человек на самом деле не понимает такого простого понятия, которое сказал Иешуа. Без того, что, без рождения свыше, без рождения свыше, невозможно попасть в сердце Божье. Почему? Потому что рождение свыше заставляет тебя прийти к морали относительно другого человека, ответственность другого человека. Помните, мы в прошлый раз говорили возлюбли ближнего самого себя. Если сегодня морали нету, реально, то есть, как бы, мы говорим так, реально сегодня морали нету, достоинства, честности такого благородства, дам, скромности и благочинства такого, знаете, благочестия, то морали нету. Тогда все свои похоти, все свои желания мы просто выражаем одним актом действия, секс. Если мы не любим себя, то у нас получается животное состояние. тому, к чему пришел Дарвин. Мы выживаем друг друга, выживают сильный. Пользуйся, не пользуйся, до свидания. Мы приходим к морали. Сегодня понятие отношений между девушкой и парнем заключается всего лишь в активных отношениях. Сегодня молодежь, для них удивительная часть том, что девушка или парень девственник в 13-14 лет. Это же как бы пик писк молодежного развития. И все, о чем они говорят, кто, где, почем, откуда, за что, кому, с кем. Реально мы приходим понимание, что мы живем в последнее время. Хотя нам нравится. Нам нравится, что у нас хорошие машины, например, общество развивается, дороги делают. Кажется, мы входим в Европу, мы становимся очень благоразумными, мы становимся цивилизацией, но на самом деле мы расслеваем в своих личных похотях, забывая Бога. Хорошо, вопросы давайте сделаем, какие мы они, либо дискуссию небольшую. Можешь дополнить? Вот вы сказали, что в принципе основоположником это ист явился Дарвин, но вообще можно говорить о трех личностях, которые в тот промежуток времени были активны и они повлияли, как раз таки произвели удар по тем путям, которыми Бог открывается человечеству, потому что мы знаем, что Бог открывается человечеству через совесть, через историю и через созерцание окружающего мира. Согласен. Значит, и вот по истории ударил Маркс своим трудом капитал, по совести ударил Фрейд, своей Зигмунд Фрейд своей теории о психоанализе, о либидо и об обстоятельстве. Которая стала основанием для нацизма. И соответственно по теории, по пути через созерцание окружающего мира теория Дарвина. Интересно, что сам Дарвин в принципе написал труд, который назывался Теория происхождения видов, и этот труд относился только к животным. Закончил он этот труд примерно следующими словами, что касательно происхождения человека, я не могу ничего сказать, потому что это великая тайна. Причем автором этой теории был его дедушка, он ее просто развил, но в конце жизни он от нее отказался. Но его ученики, поскольку это было политически выгодно тогда, поскольку это был период колонизационных войн, его ученики эту теорию возродили, развили, укрепили, и в результате она называется теорией Дарвина, хотя на самом деле она является не его. Но это на самом деле было очень выгодно, потому что необходимо было решать как-то вопрос с туземными племенами, которые находились на тех территориях, которые захватывали европейцы. И эта теория была очень выгодна, поскольку эти туземные племена в соответствии с теорией происхождения человека по Дарвину, они просто считались второй или третий сортными. И вот получается, что в принципе атеизм как таковой он базируется на трех вот этих вот скажем так теориях, которые являются результатом именно человеческого разума. Интересно, что французская революция отвергнув Библию, отвергнув Бога, превозносила науку, то есть по сути превозносила разум над всем остальными считала, что разум является основной движущей силой человечества. Аминь. Аминь. Хорошо. Хорошо. Еще есть какие-то вопросы, какие-то дополнения? Я зацепил такой момент. Мы приходим сегодня к понятию такому, что же такое на самом деле мораль христианства. Что такое понятие нашей сексуальности, наших кто мы, что мы. Какое должно быть у нас даже, какие должны быть отношения в семье. Что такое секс? Я понимаю, это будут три буквы. Вот это хорошее. но на самом деле секс, хочешь сказать, да? Или вопрос? Давайте вопрос. Хотела спросить, ну как бы многие церкви входят в этот гуманизм. Он входит? Конечно входит. Гуманизм входит в понятиях, религиозном понятии отношения. Это нормально. Где идет толерантность относительно каких-то сексуальных меньшинств и гуманизм относительно внутри каждой общины. И еще вот хотела спросить по поводу одежды. Надо одежду одевать. Да. Но я имею в виду одежда, которая допустим соответствует этому миру. Вот она как бы противоположена. Смотрите, при всем этом смотрите, мы нет мира сего. находимся в этом мире. При любых обстоятельствах мы подвластны переменам, которые происходят в обществе. Но то, что считается нормой, например, нормой поведения в обществе, не всегда являются нормой поведения для христианства. И очень большая разница. Смотрите, сегодня мир делит на две части. моя социальная жизнь и моя профессиональная жизнь. Понимаете, дальше вам говорю. Социальная жизнь это то, что я делаю вне своей работы, вне своего бизнеса. Это мои тусовки, дискотеки, например, мои бары, моя жизнь после работы. Где я через гуманизм, через атеизм, я понимаю, я могу делать все, что я хочу, я сам себе контролер, я сам позволяю своему телу то, что хочу, хочу делаю. Напился до чертиков, там пошел еще как-то сделал. И вот это даже внешний облик, он показывает, каков состояние человек. Смотрите, каким образом римское право пополняло нужды, социальные нужды людей, например, тех же больных, тех же людей, коллег, социальные нужды общества. Каким образом? Вы знаете, нет? Было очень просто. Помните, есть писание, места говорят, и вышла женщина в одежде какой? Блудница. Именно блудница носила какой-то особенный образ, позволяемый в том обществе. И все знали, что она была блудница. Откуда знали, что Раф была блудница? потому что она занималась этим делом. Знаете, у нее даже был свой притон. Она завела их в свой дом. И никто не обратил на этих евреев никакого внимания. Понятие, о чем говорю? Никто их не заметил даже, потому что привычно было, что данная мадам приводила к себе людей и зарабатывала на свою жизнь. Интересно, правда? Мы видим, что для Самуила пошили особые одежды, одежды, которые были, показывают, что он был другим. Также говорится об Иоанне Крестителе, что он носил одежду из верблюжьего волоса. Я очень сильно протестую против всех фильмов, которые показывают Иоанна дикаря с большой бородой, длинными волосами, обвязался шкурой убитого верблюда с посохом и гоняющийся, как бы сумасшедший, кричащий и покатить себя, приближивая Старство Небесное. Я, конечно, против такого состояния. Потому что понимаю, что сам Йоханан он был сыном первосвященника, поэтому родители, еврейские родители, особенно религиозные, не дадут молодому человеку распуститься до такого состояния. Но я понимаю также, что одежда, которая была на Йоханан была сам другая. Потому что Ишуа говорит такие вещи. Кого бы сходили смотреть в пустыню? Человека одетого в богатые одежды? Нито не замечает этих вещей. Он говорит, богатые они у себя находятся. То есть, на Йоханане была особенная одежда, которая отличала его как пророка, как служителя. так же мы видим пророков, которые шли и замечали, что вышел пророк. Каким образом пророк ушел? Жерна на голове, на шее и все. Нет, внешность была показана. Римское право позволяло сделать такую реформу. Если на тебе одежда, которая говорила, что ты нуждающийся, тебе давали подати. Или же даяние давали. ты должен пройти такой человек, ты больной, слепой и так далее, после чего ты носил особенную одежду, которая говорила, что такому человеку можно давать подать, то есть давать ему социальные нужды. Понятно, да? Теперь все это перекочевало в наше время. И в церквях оно сегодня как бы в современном мире, мы как будто не отличаемся от мира. Но на самом деле, мы не хотим это делать. Во общинах мы не хотим делать. Потому что мы не имеем разницы между нашей социальной жизнью, которую мы ведем вне церкви, и церковной жизнью, которую мы ведем в церкви. попробуйте сегодня в шортах и с голыми руками зайти в православный храм. Ну, без платочка, ладно, те могут еще понять, что ты путешествуешь, и так далее. Ну, а другое все будет очень презрительно. Посмотрите. Попробуйте в синагогу зайти не получится. Смотрите. о чем я говорю. Если вы придете в короткой юбке или же очень обнаженной и так далее на бизнес-конференцию или бизнес-семинар на деловую встречу, то с вами сделки не будет. Есть все правила, по которым мы должны жить. оно все равно обществом как бы диктуется. Но стирается грань, где? Вне работы, вне общины. Та грань, где мы хотим позволить себе то распутство или тот росток, который пророс у нас в голове от гуманизма и атеизма. Мы начинаем позволять себе непозволительное. Зачем одевать короткие юбки или же обтягивающие женства для ребят привлекают к себе. Большинство преступлений, изнасилования было доказано, что девушки сами провоцировали данную ситуацию. по прошлому году по социальной работе по городу Одессе, Одессе, у меня там наклассник работает и он у меня с ним в беседе, мы там с ним общались, он этот вопрос и поднял, что говорит 80% по Одессе, Одессе, изнасилований из-за внешнего вида партнерш, так называемых. Ну, так и раньше это было, но вопрос как бы сегодня мы можем выглядеть очень красиво и должны выглядеть красиво, потому что когда мы ходим в храм или в служение, мы должны выглядеть хорошо, но по какой-то причине мы не считаем это нужным, не считаем нужным. Опять же, свобода, 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 гуманистический подход, гуманизм, который растлевает наше общество и мы считаем, что Христос нас привел в свободе, значит мы пришли в свободную общину или в свободную церковь, позволительно, не правда, не позволительно, не позволительно, если было позволительно, можно было бы голым ходить, но увы, нам неприятно, амин, есть ответ получила или нет? Говорить, нужно делать, а не говорить, да, я же в шортах вообще не хожу, да. По поводу толерантности вы говорили сексуальных влечений и меньшинств в этом два слова сказали, это имеется ввиду считаться с ихним выбором или считаться с мнением? Церковь имеет толерантность к ним, да, это в том, чтобы воспринимать их как норма общества и они претендуют на те же права, которые претендуют все остальные люди. Толерантность от всех них это не обличать грех и не называть греха грехом. Гомосексуализм, то ли лесбиянство, является грехом, который об этом пишет Писание. И если не обличать, а быть толерантным, ссылаться на то, что Дарвин говорит, что это одно из проявлений селекции, и мы гуманно подходим к этому вопросу, значит, это человек с такими навыками или такими болезнями, как они называются, нужно воспринимать в норме, но проблема другая. Если бы это просто была болезнь, и святатый человек болеет, и все, но в это они втягивают других, они приходят в церковь, общины, или куда, и потом работают с нашими детьми, работают с нашими подростками, их же не глючит по причине того, что они такие вот больные, они развращают нашу молодежь, вы понимаете, да? Это болезненно относится к обществу, и если общество не будет отгорождать себя от таких вещей, мы будем в проблемах, например, я не хочу, чтобы учитель физкультуры моих детей, моих ребят был, извините за выражение, так, педиком, я так по-серьезному, я не хочу, чтобы мои дети попадали под это влияние, но очень много людей попало под это вещь, за этим стоит дух момента, это наше понимание, гуманизм говорит, что это сегодня такое время, нужно терпеть, нужно вещество, они тоже люди, и им должны права быть, Украина сегодня проталкивает, некоторые, лоббируют в парламенте, именно этот момент толерантности к меньшинствам, а это значит, что у них будет права получить работу в детских садах, в учреждениях, и за их поведение они не будут нести наказание, понимаете, да, вот и все, давай вопрос, правильного, держите, брюки у сестер, у женщин в церкви, это считается, для себя, ты расспроси меня, это считается как выбор или как болезнь, и я потом объясню, почему я задал такой образ, больные штаны налезли на досава, но дело в том, что у определенного большинства некоторых верующих совсем другие, скажем так, понимания, просто для себя такой вопрос. Смотрите, опять же, мы подходим к вопросу морали, который дает нам общество, и если наше общество диктует моральное разложение, то таким промоутером или же рекламой становится наш гламур, да, тоже мода, которая сфокусировала некоторое количество людей, и то, что, например, подходит одному, потому что это его имидж, не подходит другому. Это означает, что я не должен быть под влиянием этого. Я должен носить то, что подписание говорит, что скромно. Скромность не имеется ввиду без макияжа или же без сережек, или без скромности. означает того, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны братьев, даже сестер некоторые имеют с точки зрения возгорания, то есть желания иметь сексуальные какие-то отношения. И чтобы это предотвратить, человек должен понимать, я иду в общину, или я нахожусь на улице и мой вид он должен показать за мной типа следуй за мной, отдам тебе все, что есть. Либо наоборот. И эта девушка скромная. Лучше не приставать. Понятно, да? Вот то, что это самое могу вам сказать. И джинсы не являются проблемой. Проблемой является внутреннее состояние человека. Вот в чем проблема. Пожалуйста. Скажите, разве Господь поставил нашу свободу? Поставил нашу свободу? Нормально. Поставил свободу. Но некоторые вещи я не буду делать в общине, которые я могу позволить себе дома. Понимаете, да? Я утром проснулся, я могу в пижаме или не в пижаме пойти по всему дому и взять кофе. Это не означает, что такая свобода, которую я имею дома, я могу поставить ее мне скажут у пастыря ку-ку сорвало. Ку-кушка не сработало. Все, надо вызывать скорую. Понятно, да? Представьте себе момент, что если позволительно на дискотеке пойти позволительно или позволительно да, хотя я вам скажу, некоторые больные люди приходят и в церкви и в другие места, где на самом деле они знают, что христиане реагировать святым кулаком по грешным фиозономии не будут, поэтому они и находятся в этих местах, где не нужно быть, им не должно, они даже не прошли покаяния. То есть вот таких историй я знаю очень много и грех именно вот прелюбодеяние или этика вот или секс это проблема общества. Секс создан Богом для христиан, для верующих людей как механизм не только размножения, а самосохранения морали, отношений и святости. Сложно это представить, что секс был создан для святости? Сложно представить себе, потому что у нас ассоциация это все с грязностью, с развратом. На самом деле секс это инструмент для христианина содержать себя в святости, контроле, самообладании. Понимаете, да, чем я говорю? Вот и все. Вопросов уже нет? Давайте. А мы могли бы поговорить подробнее либо в рамках этого курса, либо вообще отдельно о толерантности, само понятие как таковое. Если, можно ли говорить вообще о понятии, таком понятии, как библейская толерантность, толерантность верующих по отношению к миру. Значит, потому что сейчас очень, очень сильно манипулируется этим понятием, благодаря чему грех проникает и в церковь, и в другие какие-то вот места. Очень часто говорят такое выражение, как не судите, судимы не будете. Пастор, не суди нас. Слушай, это самое. Мы нормальный образ жизни, мы живем в современном мире. Современный мир, это не означает правильно. Толерантность, которую проявляет церковь на сегодняшний день, она, я считаю, что это нездоровая столерантность. И если нам подходить к этому слову, то есть это, давайте разберем его. Что такое быть толерантным? Мне это смириться с, наверное, с тем напором или отношением, которое навязывается тебе. Терпимость, терпимость, ты смирился, человек пришел, тебя нагадил, ты смирился, ну, так и будет. Нет, почему? Ну, как бы, я говорю, как бы, относиться с уважением к его выбору, ну, не означает в том, что ты должен смиряться. Может ли толерантность присутствовать в общинах? Смотря в чем? Она может быть, и должна, я считаю, присутствовать. Только смотря в чем и в каком контексте мы можем если в том контексте, где Витя сказал, почему? Чтобы достигать слабых, это в моем понимании, может я ошибаюсь, есть многие люди, которые многие вещи не понимают и считаться с его мнением, но не означают, что я должен быть его мнением. Смотрите, я буду говорить так, наверное, понятия толерантности у нас просто нету. Что такое толерантность? Что такое толерантность? Ты даже не знаешь, что такое. Мы считаемся, мы терпим его выбор, мы терпим его мнение собеседника, можно сказать так, в диалоге, в выборе по жизни. Нет, это как бы так. Нет, я думаю, что толерантность это не терпеть его выбор, а принять его позицию как нормой и согласиться, что такие люди есть к его положению. Понимаешь? Не понял. Но я, по-моему, так немножко по-другому просвещал, что толерантность в другом моменте идет. Мы можем спорить, то есть мы можем говорить свое мнение, мы можем говорить свое мнение, например, о поведении человека в общине и так далее. Различные мнения, как бы, вот, сомнения, мы не спорим. Принимаем их как слабых или сильных. Но толерантность является согласие с этим человеком о его поведении. и о его мнении, которое расходится с Священным Писанием. В таком случае, оно не должно присутствовать вообще? Нет, смотрите. Как бы, несогласие, без различия к тому, что он, как бы, навязывает в моем понимании, это вот, к примеру, приходит человек в общину и говорит, я гомосексуалист, и я хочу принять водное погружение и стать членом вашей общины. Толерантность, когда мы говорим, ну что ж, у каждого человека есть свое направление, свой выбор в жизни. Может быть, да, может быть, это же призвание. Возможно, да, ты призван достигать таких же гомосексуалистов, и мы не против того, чтобы ты, то есть, как бы, мы соглашаемся с тем, что его образ жизни, он имеет право на существование среди нас в общине с верующих. Но на самом деле это противоречит Писанию, потому что Писание говорит о том, что, с одной стороны, немощного вере принимайте без споров о мнениях. То есть, как бы, он слаб еще в вере и слаб он по причине, потому что он не научен. Но это не значит, что ты должен принять его веру. То есть, если он хочет больше, если он хочет стать частью общины, то ему придется отказаться от чего-то и принять что-то другое. Отказаться от греха, от того, что Писание называет явным грехом, и принять святой образ жизни. Иначе, как бы, мы не можем, мы любим тебя, мы рады тебе, но, тем не менее, мы тебя не можем пустить в наше окружение. Потому что у нас другое качество жизни, другие стандарты. Это также относительно, может быть, и внешнего вида, и поведения, например, например, по фене разговаривает, да, вроде бы и не сквернословит, но по фене разговаривает. Образ разговора. И в данной, данной, например, мы не можем с этим смириться, мы не можем толерантно к этому подходить. Хотя, может быть, некоторые люди, которые являются служителями, пасторами групп или общин, позволяют себе так поступать, но это не является нормой и для верующего общества. Так оно режет слух весьма. Ну, не режет с них. это вопрос, пока он отвыкнет. Это все равно выбор, все равно выбор разговора и навязывание своего времени. Когда приходишь к Господу, ты все равно что-то теряешь. Допустим, допустим, чтобы прийти и взять что-то новое, нужно потерять ту зону комфорта, в которой ты раньше был. Отказаться от чего-то, чтобы дойти к чему-то новому. То есть, все старое тебя тянет только вниз, но не вверх. Вот и все. Толерантность относительно как делают верующие бизнес. Понимаете, да? отношения, например, обмана, неправильного подхода или подход к выгоде развода, например. Я не могу согласиться с тем, например, гражданским браком, потому что это норма может быть для мира, а не норма является для нас. Например, мне могут многие говорят о браке, что в Писании мы не видим, чтобы кто-то давал свадебный этот самый договор, как бы свидетельство о браке. Типа, что благословляли, пошел Яков, поработал немножко и взял себе жену. Момент есть, понимаете, да, что она мне жена, я пошел взял ее. Как-то написано, пошел, взял, все, она тебе жена. Не было там хупы или там еще брачного ЗАГСа и все остальное. Действительно, этого не было. Но мы живем не в том обществе. Вы поймите, что законом Украины или постсоветского государства и в советское время реальным считался брак тот, то есть, что муж и жена, которые имеют свидетельство о браке. То, что называется гражданским браком, как бы люди живут, но реально мужем и женой они не могут назваться, потому что несут ответственность друг за друга. Просто отношения. Поэтому мы относимся к данному вопросу более строго, потому что от этого требует и справедливость закона. Правильно? Сегодня я понимаю, что там проталкивается такой разговор, чтобы считали мужа и жену, даже если они не расписаны. Но это не является документом. Другими словами, если люди проживают в гражданском браке, они не имеют юридической какой-либо защиты со стороны государства. Все правильно. А я когда с доктором Вилхсом беседовала, он сказал, что у них через 7 лет после 7 лет гражданского брака можно водное погружение, я не знаю, вообще не все это нормально, после 7 лет. Может быть, ты что-то не поняла? Ну, не знаю. нет, посмотрите, даже в Америке будет страна, где церкви дана власть бракосочетания, должен быть бракосочетания. Должно быть. посмотрите, она не может принять воду. Гражданский брак это противозакон. То же самое, что я езжу на машине, и я не буду соблюдать правила дорожного движения. Так я поеду сейчас по тротуару и буду всех давить. Нет, ты можешь ездить, но без прав. Ну, неважно. Ты правильно сделал пример. Я захотел, пошел, купил машину. Моя машина? Моя. Я заплатил за нее деньги, которые я заработал. Разрешать тебе ездить. Ты можешь ездить, но становишься преступником закона. Да, что у тебя нет прав. Понять о чем говорю? Вот один из примеров. Либо может свидетельство. Дело в том, что недавно приехали ко мне друзья с другого города. Они живут в гражданском браке, и они хотели поселиться в гостинице нормальной. Ни одна гостиница города Одессы их не приняла в связи с тем, что у них не было предоставлено свидетельство о браке как мужа и жену. Им пришлось купить два номера в отдельности на каждого. только только после этого их смог дали по времени дальше можно я говорю так что мы есть толерантность церковь не должна быть толерантна и Павел в этом говорит о том что мы не можем смиряться с грехом который проникает церковь да одно из не верующих смотрите очень простой момент простой в Коринфе происходит одна проблема он говорит я слышал что кто-то из вас живет женою своего отца говорит такого даже у язычников не происходит а вы возгордились то есть грех каким-то образом через свободу каких-то отношений через свободу что Христос освободил от ярма закона да как будто дал вам свободу делать все превратный ум да и этот момент приходит церковь и церковь идет толерантно относится к данному данной ситуации он говорит вот чтобы я это сделал на вашем месте такого человека я бы отлучил бы отлучил и он говорит об этих вещах второе послание он говорит я благодарю то что вы приняли и этот человек восстановился толерантность в чем вот смотрите если мы знаем что в общине бывают разные вещи кто-то с кем-то соблазнит кого-то и мы идем на толерантность а ничего страшного у кого не бывает и человек еще раз делает такую вещь и еще раз то есть есть моменты где община несет ответственность перед богом за свою толерантность данная ситуация не должна быть буду говорить что толерантность относительно людей которые воруют которые пренебрегают например властью которые бунтовщики революционеры всевозможные понимаете да о чем я говорю что мы не можем делать такие вещи как революцию в обществе которое богопоставлено я имею ввиду властей то есть бог не дал нам как верующим людям кого-то ставить цари кого-то кого-то снимать но если мы начинаем пропагандировать какие-то такие революционные вещи в церкви или в общине поддерживать такой бунт или же противостояние да такое мы подвергаем себя толерантности то есть мы позволяем греху развиваться это равносильно как весолом который против отца своего захотел восстать получил ли весолом благословение и люди которые прикнули к нему абсолютно нет но священники участвовали в данной толерантности понимаете да и это привело к разрушению честно говоря во времена переворотов советской октябрьской революции много священников много пастыров пошли на сторону большевиков поддержав их в перевороте и снятие царя пролив кровь данная ситуация повернулась после всего против них я сам читал то призыв и был такой варах варанаев баптистов один из служителей баптистского движения варахаев варахаев это то же самое варахаев варанаев варахаев был у баптистов я знаю что это как бы однофамильцы но у них было такой во время переворота когда свергли царя он дал письмо по всем общинам баптистов чтобы поддержать и сказал что нормально вступать в ряды красной армии мы видим что после всего с чем оно обернулось да то есть в себе строй пошел против я понимаю что то то время желание перемен те обещания которые были сделаны церковь попалась под эту удочку удочку перемен да но будовщиков как бог не не воспринимает нормально захваченная власть непоставленная власть бог ставит сегодня мы говорим есть нормальные выборы есть тот решение народа и бог ставит царей и правителей но когда оно свержен ни один ни одно ни один бунт не проходил безнаказанно если вы заметили даже советского не советского а в России все тень каразин это все остальные всякие бунты они прекращались вот так вот поэтому толерантность церкви относительно политических каких-то вещей переворот и все остальное не должно быть не должно быть мы должны быть держать священное писание и правил которые священное писание нам дает вопрос по того что допустим сестра она прошла водное крещение и продолжает периодически сожительствовать и как с этим вот ты говоришь но я еще не готова я не готова расстаться с этим человеком как быть ну вот я не пастор я нет я просто как сестра периодически спрашиваю как мы поступаем с этим вопросом как мы поступаем как вы думаете как можно я скажу да вот я это ваше мнение мое понимание как бы покаяния не было если она продолжает жить во грехе после водного погружения как бы вот я я я как как поступать просто смотрите 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 покаялся ли тот молодой человек который начал сожительствовать со своей мачехой покаялся ли он последствия да но это все в церкви произошло отлучен и так далее я верю что механизм в этом самом в церкви есть а раньше послушайте даже раньше так общество было религиозным какие-то церкви имела власть да то сожительство например с другим человеком было ну посрамлением для всего народа это презиралось не так ли презиралось и этих этих девиц сразу уже знали куда отправлять в дома терпимости то есть понимаете да распутство оно всегда не словно себе клеймо на улице везде сегодня люди говорят это так мы созданы такое наше общество без этого нельзя не подстрелил не поехал вот и все в церкви не будет такового или вообще не в церкви но смотрите я буду говорить так сложно например даже в других церквях где есть приход там церковь не протестантского движения там к этому вопросу относятся очень просто там есть момент исповедания да человек на совести каждого человека он пришел поисповедался если он посчитал нужным он рассказал батюшке либо отцу там святому в церкви католической церкви либо литеранской церкви он поисповедался там если посчитал нужным и прошел консультацию такого направления и все в более таких протестантских продвинутых церквях где есть членство есть забота о членах да то они подвергнуты большему давлению так как нам нужно сделать решение подотчетности например если сегодня православная церковь выступит против гомосексуализма да повы так вот скажет такие какие-то слова такие серьезные им ничего не будет так как членство так какого в церкви отсутствует он не может сказать человеку который пришел на эту сауна в церковь поставить свечку если он гомосексуалист чтобы он вышел и убрался для него это не становится как бы ну проблема потому что это все миряне принципиально хотя они выступают как бы против но если выступит против протестантская церковь особенно если человека возьмет на замечание либо исключение из церкви по причине данного греха такой человек может пойти в суд и пожаловаться и данная церковь будет как бы ну либо наказана финансово либо пастырь может быть получить срок в Европе сегодня сегодня в Европе ну опять мы говорим откуда происходит все это это Евросоюз к чему мы идем как поступать с данным человеком вот как бы сестрой на самом деле написано с блудником не сообщать если он называется братом или сестрой с блудником что не сообщить то что не садится за стол не для того чтобы пренебрежать а чтобы привлечь к его к ответственности и сказать ему слушай мы с тобой в завете если ты дорожишь нашими отношениями если ты понимаешь что я не могу согласиться с твоим поведением то смотри от тебя отворачиваются не мы то есть не просто люди отворачиваются от тебя отворачивается Бог вы понимаете о чем я говорю очень интересный момент который происходит в деянии апостолов она не сафира приносит финансы которые они получили за продажу своего имения или имущества и утаив утаив от оплаты то есть они не сказали правду и Петр делает такой момент говорит ну это правда тут ну вы продали и а то да конечно он говорит ты что ты делаешь ты солгал не человеком а кому Богу мы много мы не смотрим это как моменты мы смотрим вот люди Петр сказал слушай ну я человек а здесь Бог вот вот здесь Бог ты солгал Богу мы разделяем сразу христианское общество физическое и духовное то есть ты не против нас ты не мне солгал ты Богу солгал но никто ни из вас не видит что он говорит ты не ты Анания ты не понимаешь мы есть тело Христово на земле мы есть Божья Божья власть здесь на земле ты не людям лжешь вот сейчас ты стоишь не людям лжешь ты лжешь телу Христову ты лжешь Богу который вы представляете потому что вы есть храм Бога живого и что Дух Божий живет в вас ты не понял ты не понял ты пришел не к людям ты пришел к Богу и это тебя накажет вы понимаете да если бы церковь видела себя таким образом то ни сплетни никакая болезнь вот этот раковое распутство и еще такие грехи не проникали бы в церковь церковь бы говорила мы есть тело а если у нас есть тело у нас есть иммунитет и я не буду принимать и я отвергну данную болезнь но мы не хотим мы хотим по-другому мы идем на толерантности когда начинает толерантность а ты знаешь что сделала Маша ты знаешь и начинается сплетня которые как раковая болезнь мы не узнаем две стороны мы начинаем высматривать и смотря на ситуацию говорит конечно это так а лидеры а священники и так далее я скажу так что для меня даже страшно говорить что-либо о священниках будем православной церкви либо о других церквях почему потому что я не я не на то место поставлен это ненормально когда идет осуждение понимаете когда идет осуждение потому что я подвергаюсь раковому заболеванию и осуждение становится как бы стеной между мною и Богом я я начинаю осуждать я не вправе сказать что почему он так одевается почему он так ездит почему такие вещи и не должен даже спрашивать понимаете почему потому что если есть грех в данном человеке если он делает что-то не так как Бог хочет то это не моя участь осуждать написано что Дух Святой дан здесь нам на земле он сошел чтобы осудить мир с чем о грехе о правде и суде а мы что делаем мы говорим Дух Святой ты классный все хорошо мы любим поговорить на языках любим почувствовать твое движение но знаешь посиди там в клозете немножко я пойду я стану на твое место осужу весь мир мы призваны благовестием все к чему мы призваны каждый из нас благовестием о том что ты придешь и скажешь мне что рая сделала с Вася и Вася сделал с Раей это не благовестие это не благая весть он говорит братья о чем вы помышляете то что честно то что достославно что чистота к тому к тому тянуться а мы вылить всякое 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 друг на друга и потом думаем а куда же церковь идет что происходит вместо того чтобы быть церковью например пришла мне Маша и говори что Сережа сделал и я говорю Маша все хорошо ты ты сказала ты не путешь чтобы я вызвался Сережу и мы поговорим об этой вещи пастыр не надо ну как будет это тайна чтобы ты знал значит тогда должен исчерпнуть мы когда отвергаем любые сплетни либо на самом деле идем на конфронтацию ставим на месте тогда будет правильный момент когда мы начинаем прижимать себе тех обидчиков или обиженных людей когда мы ой ты такой бедный тебя неправильно поняли там такие пастора такие слушатели отвергнут тебя ну иди сюда я тебя приголублю я тебя никто тебя не понимает никто меня не любит да пойду я в садочек наивши червячки там все и начинается иди сюда послушайте мы мы призваны быть в единстве честно когда мы воспитываем своих детей если две минуты вот мы с Татьяной воспитывали детей мы не делили себя я хороший полицейский ты плохой полицейский пацаны не могли прийти ко мне и сказать мама там такая что ты знаешь она мне на меня кричала нет она когда разбирался со своими пацанами да вот я даже не вставлял свои пять копеек я стоял я понимал что есть где-то может быть несправедливо даже поступили там с Татьяной но я не вмешивался не говорил ничего потому что я мог ей потом сказать слушай Тань ну здесь немножко как бы пацанов ну чересчур либо она мне говорит Валик ты здесь перегнул палку чересчур наехал на них но никогда не вставляла как бы какие-то какие-то моменты чтобы не показать что у нас есть разногласия и теперь пацаны они понимают что если мама делает разборку папа туда не влезет если папа делает разборку мама будет поддерживать папу даже если мы не правы мы не показываем противоположие и на самом деле нету жалоб нету жалоб некому на самом деле жаловаться вы понимаете дальше я говорю когда мы подходим к этому вопросу тогда справедливость и человек человек приобретает иммунитет к тому чтобы воспринимать слушай услышал ну ладно я только услышал а вопрос а правда ли это никто из нас даже не задает правда ли это а может просто человек наговор сделал и это мораль которая прослеживается через описание толерантность начинается тогда когда мы допускаем наушников либо клеветников либо еще распутников в тело христово и поддерживаем их их поддерживаем когда они делают преступления и против властей против общины и делают разложение тела христово вот это толерантность когда мы покрываем грехи людей и соглашаемся что жалеть их вот это все перерыв есть понимание такое кто из вас понимает слышал такие слова гностики гностицизм астицизм ну да или же астицизм да аскеты аскетизм 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 ну такие вот материализм да мы знаем что такое а такие такое движение или такое понятие как манихизм хорошо все все хорошо а почему я говорю об этом потому что эти движения в христианстве привели нас к некоторым ну как бы сказать проблемам обществе давайте посмотрим на гностиков что такое гностик что как бы не доктрина их а что они более ценили духовность знания ну они ускоряли именно фокус в поле в духовной части нежели это было по плоти то есть мы сейчас говорим о части духовные знания решенные знания бога но при этом у них было понятие духовности например и плоти и мы говорим о отношениях понимаете мы пришли к тому что девушка с парнем встречались и потом они повенчались после венчания у них был и откуда пошли дети то есть секс рассматривались многими течениями как разный подход например гностики они более уходили в сторону духовности именно познания без бога нежели относились к телу они говорили что фактически тело это зло тело это воплощение зла это примерно вот этот гностицизм гностики образовалось во времена или пост христианской начала после христа но они именно фокусировались на том что есть духовность которая превышает плоти плотских вещей и они двигались к тому чтобы отвергнуть плоть к этому к этому к этому относились и эти самые аскеты они продолжение этих вещей они на самом деле больше еще больше уклонились к тому чтобы человек мог покорить плоть то есть отвергнуть себя что вся материя она несет зло то есть основывая на том месте где господь сверх зло на землю и вся земля подчинилась злу да и они посчитали что тело то есть плоть и секс является как бы самим щадием ада или же греха похоже похоже на этих вещей они считали что духовность можно достичь только тогда когда ты отвергнешь все плотские желания да оттуда пошло и монашество оттуда пошло еще такие уединения в пещеры всевозможные и так далее и так далее аскетизм мы говорили манихизм такой да но это одно движение было такое человек по имени маней 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 аскетизм ну такой как его даже сказать маней который жил в в персии тоже в то время это примерно в 215 год 215 год нашей эры да сейчас аж проверит по интернету нет его философия заключалась в том что вся вселенная создана была путем добра и зла путем света и темноты как называется одну у нас может за за зарада зараз в то же время но это как бы может быть это уже выход и оттуда до сих пор она существует в персии ну или же иран ирак тоже там они до сих пор это сектантское такое движение оно до сих пор еще осталось зора астры но именно мани он говорил о том что свет это добро тьма это зло и что человек и мужчина и женщина были сотворены как свет и тьма то есть имея полноту своей добра и зла ну опять же он не менялся в это всевышним всевышним считается кто-либо да и что тело которое мы наследовали является низким низшей уровня низшей ступенью темноты темная сторона а душа является светлой ступенью душ человека его понятие что между тьмою и светом постоянно идет война и эти непонимания выражаются в мужчине и женщине потому вспышки есть радость есть тьмы ненависть любви и у них в этом же контексте что борьба между светом и тьмою в конце концов победит свет над триумфом таким это пошло начало повелок начало дуализма такое понятие дуализм именно вот эта основа философии темной света и тьмы повелок дуализму которая повлияла на на семью как целостность между мужчиной и женщиной пошло понятие между браком или семьей и сексуальностью вот это движение они отвергли сексуальность человека как бы понятие что тело является злом секс это зло иметь детей это значит ты и зачал его в грехе а это значит что это все зло ну да так бы движение пошло следующее христианстве это идеи которые к чему я говорю это потому что очень часто когда поднимается вопрос о семейной жизни например если в мире если посмотрите в мирских кругах люди об этом свободно говорят то по какой-то причине в христианском круге мы об этом говорить не хотим мы не хотим говорить о сексуальности мы не хотим говорить о внешности мы не хотим говорить о сексе мы не хотим говорить о том что происходит во время секса нужно молчать и делать понимаете да так вы знаете с кем вы связались все делается можем соседи не слышали вы поймите что это эти вот моменты они пришли к нам от именно от этого разветвления потому что тора сама по себе она говорит о сексуальности о величии женщина о том какая она должна быть каким образом должна как мужчина же подходить женщины даже ритуалы которые обходятся во время всех периодах и периодах что должен сделать при истечении и так далее и тора об это свободно говорит во времена которая развивала развивался дуализм которые другие философии развивались об этом даже не говорилось это с того собой подозревалась злым и зло и все дети рождающиеся уже в браке до считались грешными и порочными поэтому оттуда уже пошло крещение даже крестить их в раннем образе чтобы они получили как бы какую-то может быть надежду спасение если ты все ради все то есть тело зло секс зло и дети рожденные возле если он умер они считали что эти дети не выпадают в рай поэтому было крещение потому чтобы как бы противопостоять против противост ну противостать этого силы все вещах но вы понимаем что крещение является что сознаться созданным решением поэтому этот момент очень был сложным для христианства и она как каким-то образом приходит в жизнь сегодняшнего настоящего христианства я понимаю что кусок консультация необходима для молодых пар и когда мы общаемся например с молодыми парами которые захотят хотят вступить в брак мы общаемся на одна тема я спрашиваю вопросы родителей когда они заручения происходят да я спрашиваю были какие-то патологии болезни по каким причинам они не могут иметь детей в иудаизме это это была очень важная часть очень важная даже проверки экзамены они только и шли к тому чтобы плодиться размножаться говорить об этих вещах чистота должна быть не запущение всяких болезней и об этом тоже спрашиваю молодых были какие-то болезни были ситуации какие-то может быть еще что-то было было ли было ли отношение до брака потому что это тоже влияет на все остальное и это вопросы которые не хотят люди поднимать в общинах или в церкви по какой причине как вы думаете потому что проникла и идея идея что секс это зло но если это зло зачем тогда бог нам его дал некоторые люди говорят да покушался я в яблочко слюня потекла пора захотелось уже секса нет ну тож неправильно это какая-то целая эротика зачем вы поймите что бог бог дал заповеди да только не вкусили правильно как вы думаете вопрос мне говорили вот они взяли когда вкусили они прикрыли свою наготу скрыли и как это они что них что не не знали что они до этого были голые что-то саку бы это какие-то вещи происходили вопрос им не было стыдно дух перед другом вы понимаете да они они постеснялись всевышнего что они во первых стали ногами они обнажились перед богом и они посчитали что это части бы то что оскверняется позже всего по какой-то причине но они не стеснялись друг друга да да особенно каких-то разных местах как послали так там и остался да посмотрите необходимо понимать это с дуализм пришло понимание материализма которая перенесла нас от крайности до вам крайность духовности пренебрежение тела до это именно крайность теперь пренебрежением духовности и важность тела материализма на самом деле отвергает духу духовное состояние и уже теперь происходит такое понятие как нас что секс является богом да страшно нет и как бы почему я об этом говорю христиане должны знать вот духовную духовное такое зло которое сегодня используется в этом мире против верующих крайности которые выводят многие люди например остерегаться сексуальных отношений крайности именно нужно чтобы быть духовно ниже меньше обращать на секс меньше обращать на то самое на то чтобы а девушек на парней и об этом писание говорит они последнее время будет говорить чтобы не выходить замуж не жениться помните да она исполнилась и другая часть похоть плоти похотя чей года житейская другая крайность что смотрите теперь мы сами себе можем управлять нашим телом наших вещами материализм она это фокус на плоти что я могу сделать что моя плоть может диктовать духу что делать аксессы или как гностики или же то что я причислил ранее они дуализм это они наоборот пытаются сделать духовную выше чем плоть когда мы понимаем и одну и вторую сторону нужно выбрать как говорится золотую середину бог нам дал тела чтобы мы понимали что мы мы люди мы должны любить себя помните мы говорили мы должны любить себя мы когда мы смотрим в зеркало мы должны себе нравятся не к шине и мне в полном смысле того чтобы ухо ну стоять у зеркала и говорить кто еще милее чем я не не об этом и говорит то чтобы мы на самом деле благодарны были богу тем чтобы бог наградил потому что все что у нас есть это дар от бога и духовная наша жизнь тоже является даром именно христианство или же он говорит верующего то что миссию они приводят две стороны наших этих крайностей вместе понимаете что богу важно тело понимаете нет предайте тела ваших да вот жертва же цвету и живую боговодных господок тела чтобы мы потому что момент тела это очень важно тело я вас к честно многие верующие которые я встречался с многими верующими из-за вот это состояние что плоти это является греховная часть и секс это как бы та темная часть христианство которым не говорят многие ну не не приходит к близости с друг другом годами годами чтобы не скверниться чтобы еще что-то не произошло чтобы это самый момент ближе к богу быть это это неправильная часть писание в этом говорит чтобы мы не были искушаемы чтобы выходили замуж женились и знаете последнее время мне прискорбно но по какой-то причине я ужажаюсь в том что он молодые девушки ищут себе парней с с лимузинами и знаете как принцев на белых на белом коне и ищут не так где нужно пойти и влечет мир почему потому что мир как бы предоставляет свои прелести он там нам крутой парень круто одевается своих людей которые вообще не либо в других общинах среди верующих людей не хотят замечать знаете почему потому что по себе судят если я тормоз зачем и другой тормоз два тормоза уже не не хорошо нужно иметь газ и тормоз он будет газом я буду тормозом я как слышал эту песню ты моя любимая педали тормоз вы понимаете нет нет даже даже многие нет ли не это знаете я я я общался с молодыми людьми ребята говорит слушай а шо у нас нормальные девчонки есть нашелся вообще это куда кошмар а девушка в эту шай наши ты все идиоты говорит не никола не двора не бизнеса не машина ничего и я думаю а что ты ищешь если смотреть на мир именно таким образом получить от христа ради этой жизни мы мы полном ки духе си нам формат на полная торба а а если так то нам напрасно наша вера ради этой жизни следующая часть многие смотрят на очень красивых и знаменитых и знатных и фигуристых зачем а куда во всем и зачем это горе но реальность чего нужно смотреть надо смотреть на то что что чего можно добиться вместе его вас ободряю в том чтобы смотрели вокруг себя людей которых которые на самом деле и могут быть вашими партнерами в жизни многие из того что извините между ногами жмется бегают по разным местам непонятно чего после чего приходят ко мне вы прости меня это самый не сдержался попозже пошел бы попал в проститутки пошел до пошел евангелизирует попал и стану ссылку на это сама на 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 не 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 ссылку еще раньше когда как когда патриарх таком состоянии не знаю что происходили до пошел отдал свой путь посох пошел печать и все а потом когда узнал что это его невестка чуть-чуть не разорвал ее она жает посмотри выдающие это дело ну видишь бывает захотелось тоже пошел проститутки что-то бы надо было ему нас друзья это не выход это нет об этом писание говорит так не должно быть если ты если ты на самом деле хочешь жениться замуж выйти почему искать среди неверных то есть не то что это как бы неверно люди не знают что с тобой делать он не знает твои кодексы морали он не знает что можно что нельзя он приступал он делает вещи которые делали научился из по на порно фильмов и так далее и и ты понимаешь что это в этом геволт понимаете да то есть мы мы сами проходим через вещи которые не нужно проходить поэтому ездить нужно по конференциям поездить по посещать другие общины церкви общаться так далее смотреть среди тех или которые ты одного духа одних вещей потому что большинство людей это а а может быть он покаяться он придет к богу и и преба поверь любовь спасает людей я говорю да и в следующее что я узнаю ты не можешь погибнуть собрание потому что мы не там но запоздали потом еще работа туда-сюда уже два не пришел уже там стыдно на самом деле так и происходит два-три раза не пошел вышла замуж за неверующего два раза три раза не пришла меня осуждает я прихожу все на меня глазами смотрят на кто на тех глазами не смотрят что чем смотрит задом полете до осуждение никакого осуждения нету человеку к те кто во христе иисусе никакого нет осуждения вышла замуж за неверующего твое горе вы поняли о чем я говорю нет библия на самом деле библия нам не запрещает жениться выходить замуж должно быть по любви правильно так говорит что если выходить замуж за неверующего или же человека который неверующий будет иметь больше скорби он будет трудности большими почему потому что неравные интересы неравные сферы обслуживания дарует неравные сферы обслуживания ценности неравны и поэтому будет сложности и когда девушка верующего хоть замуж за неверующего сразу входит закон зам замужества ты следуешь ты следуешь за мужем будь послушна мужу потом они через время сначала начинают они осуждать всех верующих потом приходит время кто-то вот скучаю за община приходи не могу не разрешает все правильно не разрешает разве в этом не говорили говорили вы говорили ну что что но для меня я свободен на самом деле как пасы как служители общины я предоставил тебе пути на самом деле мы должны смотреть на немножко по-другому чем мы смотрим чем мы смотрим иногда мы думаем что то что в мире она захватывает она при она будет по-другому она даст совсем романтические другие чувства но если мы будем опираться на господа будем следовать писанию если мы будем применять все усилия к не к тому чтобы жениться или замуж выйти а к праведной жизни то есть понимая что секс и отношения в семье это богом благословенные данные нам для управления и нашим наши духовной жизнью и нашей плотской жизни тогда мы найдем правильные вещи и правильные вещи я не знаю куда братья смотрятся это сам я знаю что девушек у нас много должны предлагать и пытаться достава говорит со мной пир очередь а то те кто где те кто те кто то савара бы нет нищики нижней шепчет на уходами как будто она рэбэ слушай говорит так и ну да 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 она серьезно вот они поступили как 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 нужно по уму как по уму они еще дома поэтому надо нужно подкрыть к этому правильно первое как бы в начале в начале церковь как бы вот церковь первого столетия было сильно под влиянием гностиков очень сильно очень серьезно было и поэтому в церкви происходили такие проблемы с местами писания как эфисианам 5 глава 28 статус ассо под 33 стих 5 глава может читать в микрофон так должны мужья любить своих жен как свои тела любящий свою жену любит самого себя ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти но питает и греет ее как и господь церковь потому что мы члены тела его и от плоти его и от костей его посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть тайна сия велика я говорю по отношению к христу и к церкви так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя а жена добоится своего мужа и там есть какие как как какое выражение тела и что и и плоть 22 слова да смотрите внимательно этот конфьюз который произошел в церкви и под влиянием гностиков произвело такое ответвление причина именно двух слов которые используются в данном данном в данном контексте когда говорится о слово саркс то есть тело тело да или плоть ну-ка плоть это слово плоть означает падше падшая натура человека и второе слово которое говорила сама что означало именно вот тело наше есть плоть и тело этот конфьюз произвел в церкви большие как бы проблемы тело предоставлялись в жертву живую святую да вы бы вот чтобы говорить богу это было тело которое считалось святым то есть это часть которая для по словословия богу и плоть относилась к вот сексуальным отношениям и это считалось злом разделили разделили сама это было просто тело физическое тело а плоть подразумевалась падшая падшая натура человека падшая природа старая природа человека плод слова плоть именно и это местописание это место местописания кого очень было в конфьюзии вот церкви первого столетия двух двухсот лет перед тем как следующее движение пошло дуализма и все остальное это разделяла церковь она делилась на вот такое понятие что тело это это есть разное понятие секс это то что наше природное желание это считалось злым и церковь как бы отходил от такого таких вещей на самом деле бог не желает чтобы мы любили своего греховного тела то есть бог против того чтобы мы подчиняли свои тела чему распутству понятие да ведь не только являя похоть является такой распутством но также еще есть алкоголь который люди подчиняются и тело уже плотское желание оно тоже может быть контролировано наоборот весь тонах говорит нам о том как нам заботиться о своем теле поедаться даже о своей плоти поэтому мы быть смиряя и порабощая что плоть мою через что через что я смиряю пост молитва да павел говорит что я не познал иначе греха только через через закон то что хотел делать не дело то что дело не как бы это против закона кто избавит меня от этого тела то есть как бы он говорит этого плоти то которого встает благодарность господу и шо мессии что он он избавил то есть библия говорит нам о том что то что в нас заложено генетически для семейных отношений является святым которая ним мы не должны раскидываться это то что должно сохраниться для одной избранной и так далее эти отношения должны быть святыми понятно да вы должны познать свое тело я вижу что мы за давайте мы закруг закругляемся завтра мы придем к пониманию некоторых вещей но сегодня я хотел показать что в церкви и то есть мы пока посмотрели мирское состояние как мир рассматривает тело и как церковь рассматривает тело откуда у нас мирские проблемы которые влияют сегодня на нас будучи мы в общине в церкви в теле христов и как это вливалось уже периодически в церковь через какие непонятности поэтому для нас живущих в это последнее время необходимо правильно подходить к вопросу этики морали отношений даже для тех кто не женаты тех кто еще думают жениться и выйти замуж я знаю что это не самый интересный или же самый приятный урок есть намного интереснее уроки там где теологии где там слово это означает это то это то а здесь я я подхожу просто практически вещам я понимаю что об этом не говорят церквях не говорят даже это нужно тем кто замужем тем кто замужем тоже это необходимо что правильно подходить к вопросу отношений потому что есть плоть плотское состояние и есть духовное состояние и чтобы мы не не делали от нашей жертвы от желания наших от того что нам Богом дано сохранить сексуальных отношениях и отношения моральных отношений да что пренебрегая этими казаться что мы духовные или же наоборот 如果你 возвышая это здесь духовное какая падает чтобы мы понимали что это взаимные отношения как мы относимся к своему делу понимаете да так мы относимся и к отношение к Богу если мы не любим свое тело мы не любит тогда и Бога rés понимали да мы не любит тогда и близкого своего если не łość будем oritмо temas его, то как мы можем сказать, что Бога, который не видим, мы к нему хорошо относимся? Если мы себя не увидим со стороны Божьего творения, мы не сможем понять другого человека. Мы тогда несострадательны к своей жене. Тогда наше насилие, наши похоти может превратиться просто в бойню или насилие, ужаса, либо правильно подходить к этому телу. Правильно. Знаете, что у в мусульманском мире, когда после свадьбы, брака, среди кавказских племен, чеченцев, сам жених не входил в комнату невесты три дня. Но я думаю, я думаю, что это одно из моментов, чтобы не нарушить дорвался до бесплатного. Понимаете, да? Такое состояние. Воздержание. Показать, что есть все под контролем. Я верю, что это нормальный подход даже. Чтобы мужчины могли воздерживаться, правильно подходить к вопросу своих чувств, понимая, что ближний, то есть, жена тоже является человеком, тоже есть чувства. И также не манипулировать один другим. Очень часто это происходит. Гармония. Вот к чему я хочу привести. Этика, гармония, вера человека заключается в том, чтобы понимать друг друга. Понимать, для чего мы сотворены, как мы представляем себя и кто мы. решили.